Белорусы продолжают обращаться в посольство, чтобы покинуть Казахстан. В частности, речь идет о посадочных билетах на отмененные рейсы. Круглосуточно поддерживают контакты с авиакомпанией «Белавиа». При этом, по словам дипломатов, информации о задержанных или пострадавших гражданах нашей страны не поступало. Россия и Беларусь ведут переговоры о возможном строительстве новой атомной электростанции. К слову, для возведения белорусской АЭС был выбран российский проект. После ее запуска на полную мощность станция сможет производить около 18,5 миллиардов киловатт-часов в год. Это позволит обеспечить электроэнергией 40% потребности республики. В Бобруйске на Пушкино горела двухэтажка. В квартире находился мужчина. Спасатели вынесли его через окно. Пострадавший госпитализирован с ожогами 30% тела в тяжелом состоянии. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Ближайшие длинные выходные ждут белорусов уже в марте. Так отдыхать придется сразу четыре дня – 5, 6, 7 и 8 числа. Понедельник необходимо будет отработать в субботу 12. Следующие изменения ожидаются на Радуницу, нерабочие – 30 апреля, 1, 2 и 3 мая. А также с 7 по 9. Далее дополнительный уикенд ожидается уже осенью с 5 по 7 ноября.